Девушки отдыхают С места ДТП пострадавшую женщину увезла карета скорой. Предположительный диагноз – черепно-мозговая травма и перелом руки. Хюндай ударил в переднее левое колесо «Газели». Хорошо, что удар не пришелся в бензобак, говорит виновник аварии. Иначе последствия аварии могли быть серьезнее. 15 июля у дома НВР-6 по Вакжановскому переулку экипажами ДПС остановлена машина «Тойота Королла». Незадолго до этого машина чуть не сбила людей на пешеходной зебре. Это заметили сотрудники ГИБДД. Мы начали его преследование по улице Вакжаново. И данный гражданин заехал сюда, в данный переулок, в адресу Вакжановский переулок, дом 6. У гражданина имеются явные признаки алкогольного опьянения. На наш вопрос об алкоголе мужчина не стал отпираться. Вы выпивали сегодня? Вы выпивали сегодня? Я сегодня маленечко, да. Выпил? Да, повод какой-то был? Был, да. А что такое-то? День рождения друга. А, день рождения, то есть не грустный повод? Нормальный, нормальный, нормальный. А что уходили от сотрудников? От сотрудников не уходили, я на машине вообще не ехал на этой. А кто за рулем был? За рулем жена была. Жена за рулем? Да. Правда? Да. У нас в автомобиле имеется видеорегистратор, на котором четко видно, что данный гражданин являлся водителем данного транспортного средства. Сев нетрезвым за руль, мужчина рисковал не только своей жизнью и жизнями других участников дорожного движения. Также в салоне данного автомобиля он перевозил своего ребенка, малолетнего сына, 8 лет. Данный поступок со стороны водителя и как родителя полностью безответственен. С места задержания мужчину доставили в московский отдел полиции для составления процессуальных документов. Кстати, от медосвидетельствования мужчина отказался, что приравнивается к состоянию опьянения. Сегодня стало известно, что к поздней ночи 15 июля обнаружено пятеро избежавших иностранцев. Как мы уже сообщали, они сбежали из Центра временного содержания иностранных граждан вечером 10 июля. Все беглецы подлежали административному выдворению за пределы Российской Федерации. По версии следствия, 10 июля текущего года вечернее время на территории Центра временного содержания иностранных граждан у МВД России по Тверской области расположено в городе Твери. Иностранные граждане, подлежащие административному выдворению за пределы Российской Федерации, в составе группы в количестве 19 человек, в отсутствие ненадлежащего контроля со стороны должностных лиц Центра, предварительно подперев дверь при помощи металлического шкафа и повредив целостность металлической решетки на окне в комнате хозяйственного бытового назначения, при помощи связанных между собой простыней, незаконно покинули указанные учреждения, скрывшись в неизвестном направлении. Следователям Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводятся следственные действия, направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Поиск мигрантов продолжается. 15 июля Центр посетили руководители регионального УМВД.